Кэшбэк 10% на всё. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Зачем Мэтт Мёрдок спит в воде? Как работает его акустическое зрение? И что не так с его коленями в конце концов? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся сорвиголовы 2003-го в этом видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и приятного, приятного просмотра. Эта история не про ядовитые отходы, но началась она именно с них. Юный Мэтт Мёрдок становится жертвой несчастного случая, оказываясь в нужное время и в нужном месте. Химические ожоги верхней части лица, что по истечению лет превратятся в малозаметные шрамы вокруг глаз, навсегда лишают Мэтта зрения. Но очень быстро Мэтт понимает, что лишившись функционала одного из органов чувств, он получает апгрейд оставшихся до сверхчеловеческого уровня, работа которых в совокупности наградила его подобием акустического зрения. То, что мы можем назвать эхолокацией, но с определенными поправками. В живой природе эхолокация – это улавливание отражений звуковых волн от окружающих предметов. И эти звуковые волны, а именно высокочастотные волны или ультразвук, те же летучие мыши для навигации в пространстве испускают самостоятельно. Какие-то при помощи гортани, какие-то при помощи щелкания языком. И в комиксах эхолокационные способности сорви головы в том числе и описывались как подобные летучим мышам. Его тело самостоятельно испускало неулавливаемые окружающим людям высокочастотные звуки. Но в ленте 2003-го способности Красного Дьявола работают немного по-другому. Да, он также улавливает эхо звуковых волн, отражаемое от окружения. Но источником этих волн выступает не его тело, а та же окружающая обстановка. Это нам показывают в самых первых кадрах с демонстрацией способностей юного Мэтта. Звуки капающей жидкости в капельнице и работающего медицинского оборудования выступают источником формирования эхолокационного отражения вокруг Мэтта. И это делает звуковое зрение Мэтта не идеальным. В фильме будет немало примеров акустической слепоты сорви головы, устранять которой он будет путем физического воздействия на предметы, то есть путем создания звуковых вибраций, исходящих от них. О каких-то из этих примеров мы будем говорить далее, а один из самых первых нам показали здесь. Чтобы рассмотреть металлическую балку, он бьет по ней своей тростью. И по этой причине открытый город, который является источником тысяч различных видов шума, это идеальное место обитания сорви головы. И отчасти Мэтт остается слепым по-настоящему, так как в повседневной жизни он испытывает проблемы с распознаванием детализации предметов и объектов, особенно небольших. И здесь, как и всех незрячих людей, его выручает тактильный навык. Но в решении и этой задачи тоже есть определенные лайфхаки. Вода, которую так сильно любит Мэтт, а особенно дождь, это отличный источник множества звуковых вибраций, формирующих детализацию объекта. Есть такой термин, как человеческая эхолокация, но кто-то может обозначать это и по-другому. Когда незрячие люди со временем могут обрести навык улавливания отражений или изменений звуковых волн, конечно же, в приземленных бытовых рамках. Для этого они могут непосредственно использовать трость или, скажем, щелкать пальцами. Так что акустическое зрение Мэтта Мёрдока – это скорее суперразвитая эхолокация человека, а не животного. Также важно отметить, что визуализация в кавычках зрения сорвиголовы – это работа всех оставшихся органов чувств, а не только слуха. Тут можно провести аналогию с Морбиусом, про которого мы говорили в отдельном ролике. Здесь нам наглядно показали, что ощущает в окружении Мэтт не только звуки, но и запахи. Огромную роль в формировании и восприятии Дердевила играет также осязание. Помните, в этом эпизоде на крыше он почувствовал приближение дождя за счет понижения температуры воздуха и повышения влажности. Также вкусовые рецепторы и чувство равновесия в пространстве. В подводке Origin авторы уделили отдельное внимание обострению его чувства равновесия ввиду усиления всех оставшихся чувств. И чтобы ориентироваться в пространстве, Мэтту не обязательно улавливать именно отражение звука. Как минимум, живые объекты для Мёрдока – это сами по себе ходячие источники сотен разновидностей звука вследствие процессов жизнедеятельности. Даже мертвые тела – это источники сотен видов звуков. Но, тем не менее, полевые навыки Мэтта почему-то полагались только на неидеально работающую эхолокацию. Первое появление взрослого Мэтта Мёрдока, не считая вступительной сцены в церкви, происходит после его пробуждения в любимом звукоизоляционном гробу, наполненном водой. Почему это в первую очередь звукоизоляционный контейнер становится понятно сразу, так как после его открытия в голову Мэтта начинают лезть посторонние и малоприятные с утра звуки города. Для чего ещё Мёрдоку может быть нужна эта ванна, мы поговорим через пару минут, когда дойдём до очередного эпизода с её применением. В режиссёрской версии ленты есть сцены, где после этих банных процедур нам показывают как бы нездоровые колени Мэтта. Хрустом в коленях мало кого удивишь, это понятно, особенно тех, кому за 30. Но сам ракурс и некомфортное распрямление ног будто бы пытались нам сказать о уже хронических и дегенеративных проблемах с его коленными суставами. Почему эти кадры не вошли в театральную версию фильма, в целом понятно. Эти проблемы с коленями вообще никак не сочетаются с тем безумием и нагрузкой, что будет испытывать его тело далее. Затем Мэтт включает громкую музыку, что также выглядит весьма странно, при его любви к тишине и физической боли, что доставляет громкие звуки его сверхчувствительному слуховому аппарату. Да, особый дискомфорт ему доставляют высокие частоты, и в альтернативной рок-музыке их немало, особенно в ударных партиях. Хотя, с другой стороны, кастомные настройки эквализации никто не отменял. Скорым вечером нас ждет эпизод с первой вылазкой Красного Дьявола, где он отправится вершить правосудие по отношению к наглому зарвавшемуся мафиози, до чего отправляется в бар, переполненный гангстерами. Но сперва нам показывают ралли сорвиголовы по крышам Нью-Йорка, и здесь и происходит вышеназванное безумие. Он спрыгивает с крыши на располагающиеся ниже коммунальные леса с запредельной высоты, а вскидку он пролетел метров 200, если не больше, спокойно приземлившись на ноги. Еще раз передаем привет его коленям. Ни Человек-паук, ни какой Капитан Америка, которые являются сверхлюдьми в полном физиологическом смысле, не проделали бы такой трюк полностью безболезненно. Затем нам показывают, что его ноги не только безумно прочные, но и безумно сильные, и эффективность его прыжков также запредельна. С такой прочностью и силой ни один противник, присутствующий в этом фильме, не может составить Дердевилу конкуренцию ни при каких обстоятельствах. Может быть поэтому этот фильм так не любят? Далее нас ждет скомканная, рваная и нехореографичная драка в баре. Конкурс-комментария в случае рекомендаций автору посмотреть фильм Рейд объявляется открытым. Самое интересное в этом эпизоде, это пожалуй очередная демонстрация недостатков акустического зрения Мэтта. В присутствии большого количества источников громких звуков, в данном случае выстрелов, его навигация в пространстве дает сбой, и все окружающие звуки сливаются в сплошную фоновую кашу. Подобные моменты были в эпизодах с местным боссом в метро и в эпизоде с Меченым. Кстати, если хотите отдельный ролик по Колин Фарреловскому Меченому, также пишите в комментариях. Для устранения этой проблемы Красный присаживается на барный вентилятор, назову это так, что выступает неплохим источником распространения звуковых волн в помещении. Но еще нам показали, что костюм дьявола огнеупорный. Следующий за этим эпизод отдыха сыровей головы идет в разрез его показанной ранее физической мощи. Нам показывают избитого, уставшего и страдающего чуть ли не хронической болью Красного Дьявола. Здесь мы видим его измученную травмами спину, где по характеру увечий можно понять степень передряг, в которых оказывался Мёрдок. Тут и условно ровные порезы, и условно рваные порезы, и несколько огнестрельных ранений, что говорит о том, что его костюм не имеет баллистической защиты, что собственно и так видно. Вообще, самая защищенная часть его костюма это ноги, а точнее голени. Мэтт извлекает выбитый зуб, принимает обезболивающее и залазит в свою любимую звукоизоляционную камеру, где проведет в состоянии сна всю оставшуюся ночь. Стоит отметить, что спит он, непосредственно находясь на плаву, для чего в режиссерской версии он добавляет в воду соль, чтобы повысить ее плотность. Вообще, металлическая камера Мэтта это подобие так называемых релаксационных камер, изобретенных несколько десятилетий назад, что является предметом использования альтернативной медицины. Это звука, а иногда и светоизолированные камеры, температура воды в которых равна температуре тела пациента. Как таковая польза от таких устройств толком не доказана, но считается, что они положительно влияют на снятие мышечного напряжения и избавление от хронической боли, и само название в целом указывает на эффект релаксации. Но прямая польза от соли, в данном случае для Мэтта, это дезинфицирование свежеполученных ран. И еще одна причина его непосредственного нахождения в воде, это ее более низкая звукопроводимость. Персонаж не скрывает, что он любит тишину. Вообще спать на плаву это должно быть задачка не из легких, но чувство равновесия и балансирования Мэтта находятся на непостижимом для простого человека уровне. Но так или иначе, история Мэтта Мердока это не история красного дьявола. Это история о том, что правосудие слепо, но оно все еще может слышать. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok